сегодня поговорим про навоз не к столу будет сказано но тем не менее вопрос прозвучал в комментариях и я пообещал снять об этом видео и так что такое навоз ну как мне в этом же комментарии написали навоз это какашки так оно и есть это экскременты животных ну обычно в садоводстве применяются экскременты каких животных коровы кони козы овцы кролики свиньи птица вот такие виды навоза говорить о том что какой-то навоз лучше а какой-то хуже ну я бы лично не стал вот например я нашел такую таблицу здесь сравниваются разные виды навозов по содержанию в них каких-то питательных веществ мы видим что где-то чего-то больше где-то чего-то меньше принципе это логично потому что несмотря на всю схожесть эти животные имеют все-таки разную пищеварительную систему и даже питаясь скажем одним продуктом травой да как кони как коровы все равно качество навоза будет немножко разным ну опять же у нас нет лаборатории у меня лично нет лаборатории чтобы проводить такие сравнительные анализы мы должны доверять ученым которые эти анализы проводят у себя в лабораториях к сожалению часто ученые в результате исследований меняют свои мнения на полностью противоположные но тем не менее как бы то ни было навоз это ценное удобрение для садовода чем оно ценное в первую очередь конечно тем что содержит очень большой запас макро и микроэлементов то есть азот фосфор калий макроэлементы и множество всевозможных не буду сейчас перечислять микроэлементов причем при внесении в почву эти полезные для растений вещества очень плавно очень постепенно расходуется и потребляются нашими растениями ну принято считать что на глинистых почвах до шести лет действует навоз внесенный в почву на песчаных почвах легких не более трех лет но понятно песчаные почвы через них влага проходит и полезные вещества очень быстро вымываются но тем не менее три года после внесения удобрения это довольно хороший срок второе чем хорош навоз это конечно тем что он улучшает саму структуру почвы вот глинистые почвы плотная почва он разрыхляет он позволяет воздуху проникнуть корням растений корни растений не могут без воздуха жить а скажем легкие песчаные почвы наоборот делает такими вязкими комковатыми удерживая хотя бы на небольшое время влагу и питательные вещества возле корней наших растений ну и третий очень важный момент связанный с внесением навоза положительный это то что навоз как бы притягивает к себе много чего полезного то что есть почве я имею ввиду живность какой-то и бактерии какие-то микроорганизмы в конце концов дождевые черви они очень любят навоз внесенный в почву к сожалению здесь есть и обратная сторона очень часто навоз внесенный почву является источником патогенной микрофлоры и опять же притягивает каких-то ну скажем так насекомых вредителей назовем их так ну всем известно медведка да она очень любит навоз если вы внесли навоз ждите что там возможно появится медведка ну и плюс конечно семена всевозможных сорных растений которых в навозе всегда очень большое количество и заметим проходя через пищеварительный тракт наших животных эти самые семена только увеличивают свою всхожесть ну вот с основными параметрами разобрались теперь стоит перейти к такому как это не смешно прозвучит параметру как свежесть навоза по свежести конечно довольно условно навоз можно разделить на три группы я упускаю всякие промежуточные варианты но тем не менее и так бывает свежий навоз ну понятно это который только вот недавно выпал из нашего животного так вот свежий навоз не рекомендуется ни в коем случае вносить непосредственно под корневую систему наших растений почему да по одной простой причине в нем еще очень активные всякие физические и химические процессы в нем велика концентрация всяких веществ и попадая к корням наших растений свежий навоз в принципе может их попросту обжечь и вместо пользы принесете вред своим растениям поэтому существует несколько вариантов использования свежего навоза ну действительно вот он у вас есть куда его девать если нельзя корням носить ну его например осенью можно закапывать в почву как это делается ну если мы говорим например про конский или про коровий навоз 6 килограмм навоза на квадратный метр разбрасывайте по поверхности и перекапывайте на штык лопаты если свиной навоз то это где-то 4 килограмма на квадратный метр есть и птичий птичий очень концентрированный его рекомендуется использовать два килограмма на один квадратный метр кстати сказать про свиной навоз надо обязательно понимать что свиньи питаются не только растительными какими-то не растительной едой но и животного происхождения и разлагается он гораздо дольше поэтому некоторые даже рекомендуют не заделывать свиной навоз в почву чтобы он быстрее разлагался потому что если его заделать в почву ну как бы этот процесс будет очень очень сильно растянут по времени второй вариант использования свежего навоза это компостирование его но в принципе понятно создаем что-то наподобие компостные кучи укладываем слоями свежий навоз и перемежаем его какими-то растительными остатками можно соломой можно травой скошенной обязательно имейте ввиду обязательно добавляйте либо известь либо доломитовую муку потому что компост содержащий большое количество навоза имеет очень кислую реакцию и чтобы нейтрализовать надо добавлять вот эти вот вещества как доломитовая мука или известь тогда реакция будет более-менее нейтральной подойдет в принципе большинству растений вот такую кучу с осени делаем укрываем пленкой и уже к весне в принципе вы получите очень такой хороший очень питательный компост назовем это так компост содержащий навоз ну и третий вариант быстрый вариант если вам некогда с этим совсем заморачиваться можно делать так называемые бродилки вот собственно говоря в своем детстве в своей молодости я часто этим занимался у нас была дача я шел на дачу эта дача была довольно далеко пять километров надо было идти по степи в этой степи очень часто выпасали небольшую такую стадо коров моя задача была собирать этот самый свежий навоз у меня в руках был шпатель был пакет тогда правда пакетов наверное не было ну короче какая-то сумка баллоньевая была старая и вот я шел эти лепешечки потихоньку собирал что с ними делал дальше у нас была большая емкость куда я складывал эти лепешки заливали их водой примерно одна часть навоза пять частей воды я про коробий сейчас навоз говорю и она бродила бродила примерно 10 15 дней ну где-то около двух недель периодически мы все это дело перемешивали когда процесс брожения заканчивался мы брали вот этот уже густой рабочий раствор назовем его так разбавляли его водой и вот этим уже раствором поливали перебродившим уже таким разбавленным поливали непосредственно наши растения точно также можно например разводить и конский понятно навоз и куриный навоз но концентрации куриного навоза нужно делать конечно гораздо меньше потому что куриный навоз птичий навоз отличается как раз тем что не очень высокая концентрация питательных веществ и ни в коем случае нельзя в концентрированном виде использовать про куриный навоз я снимал видео где рассказывал о том как его правильно использовать так но со свежим навозом надеюсь более менее разобрались Следующая группа – это перепревший навоз или перегной, как его называют. Понятно, что это навоз, который пролежал уже достаточно большое количество времени. В нем произошли уже все вот эти вот процессы, и он стал действительно идеальным, натуральным удобрением фактически для любых культур. Его вносят и при осенней, и при весенней перекопке почвы, и его вносят на грядки, и его вносят при посадке деревьев. Вносят непосредственно в посадочную яму. Совершенно, собственно говоря, безопасно, потому что, повторюсь, в нем вот эти процессы все активные, уже давно прошли. При этом содержание питательных веществ в нем гораздо больше, чем в свежем навозе. Если я говорил, например, что коровью навоз нужно 6 кг на квадратный метр вносить при перекопке, то перепревшего навоза 2-3 кг на квадратный метр. Ну и, наконец, третья группа – это так называемый сыпец. То есть, тот навоз, который пролежал уже несколько лет. Честно скажу, прекрасное удобрение, но не с точки зрения удобрения. Питательных веществ в нем как раз достаточно мало. Они фактически уже все из него вышли. Вымылись дождями, испарились воздух, как, например, азот. Но, тем не менее, это органика. И при внесении ее в почву или в посадочную яму, эта органика служит очень хорошую службу. Опять же, повторюсь, на глинистых почвах разрыхляет, на песчаных почвах, наоборот, делает их тонковатыми и вязкими. Я даже снимал видео о том, как я готовлю посадочную яму, где вношу как раз этот самый сыпец и минеральное удобрение. И вот как раз этот сыпец способствует тому, чтобы минеральное удобрение там, в этой яме, достаточно долгое время сохранялись и работали на благо наших растений. Очень важный момент, связанный с использованием свежего навоза. Если вы все-таки используете именно в свежем виде. Помимо того, что он может обжечь корневую систему ваших растений, он может накапливаться в съедобной части этих растений в виде вредных веществ. Навоз очень богат азотом. И вот он может преобразовываться и накапливаться в листьях салата, скажем, или шпината, редиски той же самой, в виде нитратов. И такие овощи, такая зелень фактически становится ядовитой. Не случайно, те фермы, которые выращивают сертифицированную биопродукцию, им запрещено использовать навоз в год сбора урожая. То есть, хотите биопродукцию выращивать, сначала внесите навоз, дайте годик этому навозу перепредь в земле на этой грядке, и только в следующем году сейте вот эту зелень, собирайте и продавайте ее как биопродукцию. Ну и вопрос, который наверняка кто-нибудь, какой-нибудь весельчак задаст в комментариях, а можно ли использовать навоз кошек или собак? Ну, я бы лично не рекомендовал. Почему? Потому что, кстати сказать, так же, как и свиной навоз, навоз этих животных содержит многие возбудители заболеваний или какие-то микроорганизмы, которые могут попадать в человеческий организм. У меня за спиной очень интересное сооружение, я не случайно сел снимать видео сегодняшнее возле него, это ферма. Я говорил, что в Германии довольно много таких небольших частных ферм, на которых выращивается какая-то растительная продукция или продукция животноводства. Я осенью, осенью еще прогулялся на эту ферму, немножко поснимал, и предлагаю вам сейчас это все посмотреть как бы изнутри. Помните, недавно я говорил о том, что в Германии есть фермы, небольшие фермы, которые выращивают биопродукцию, и которые очень любят покупать немцы, ну и мы сейчас стали уже частенько покупать. Вот одна из таких ферм, она у меня за спиной, вот. Сейчас мы туда пойдем, посмотрим, как это устроено. Ферма полностью на самообслуживание. Сами набираете, сами взвешиваете, сами кладете деньги, берете сдачу, если нужно. Все на доверии. Правда, камеры слежения стоят. Что здесь можно купить? Здесь есть куры, причем куры на свободном выпасе, соответственно, ну, яйца, наверное, вкуснее. Есть коровы, соответственно, можно набрать молока. Есть картофель, есть яблоки. Ну, давайте, собственно, пойдем внутрь и посмотрим, как это все устроено. Коровник, а рядом магазинчик самообслуживания. Ну, а так содержатся коровы. Их тут очень много. Я бы сказал, в нечеловеческих условиях, тесно им тут явно. Мощные вентиляторы стоят, которые периодически включают, чтобы воздух вентилировался. Летом они работали. Наверху есть крыша, бока пока ничем не закрыты, но пока еще тепло. Вот такое поголовье крупного рогатого скота. Ну, а рядом с коровником можно набрать свежего молока с 8 до 18. Цену не вижу. Ага. 1 литр 80 центов. Вот такое вот объявление. Заходим в магазинчик самообслуживания. Что нам тут предлагают? Картофель евро 50. Яблоки 2 евро. Весы, где все это можно взвесить, самому посчитать. И вот в этот маленький сундучок положить денежку. Там же взять сдачу и записаться вот в этот вот журнал. Ну, и тут же яйца. 30 центов штука. 3 евро десяток. Упаковку можно не брать. Здесь вот запас упаковки есть для яиц. Такое самообслуживание. Все на доверии. Хотя видеокамеры стоят. Не без этого. Ну вот. Это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok